Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Пришли мы сегодня в такое очень интересное старое место. Как видите, здесь сплошной лес, но среди леса проглядываются фруктовые деревья. Когда-то здесь был старый сад. Хороший сад, много деревьев, яблони, вишни. Но деревья уже настолько старые, что на них просто уже растет мох. А чем интересно это место, что здесь стоял дом железнодорожника в царские времена. Долго мы искали этот фундамент и наконец-то его нашли. Здесь вот, видите, такой бугор, холм. Здесь стояла печка, потому что мы находили остатки от печки. И здесь пошли камни, остатки фундамента. Поэтому будем пробовать зарываться здесь и смотреть, что это место нам принесет. Надеюсь, порадует находками. Специально для шурфа мы приобрели вот такие вот наши лопаты. Специально брали большие, чтобы не сильно ломать спину. Начинаем, друзья. Посмотрим, что выпадет нам. И вот, наконец-то, друзья, выскакивает первая монетка. И это у нас 10 копеек 1929 года. Ранний советик, но, говорится, уже приятно, что начали с серебра. Будем, значит, углубляться в этом месте. А сейчас покажу, что нашли до этого. И опять нам не повезло. Сегодня опять идет дождь, ливень. Поэтому сильно снимать некогда. Но вот пока что нашли. Бутыльки по ранним советикам. Немножко цветнины. Там увеличительное стекло. Какая-то лампочка. И детские игрушки. Но это все советы. Все советики. Будем углубляться. Смотреть, что поглубже. Сейчас пока после дождя повесили просыхать вещи. Вроде бы солнышко вылезло. Но смотрим, опять тучи. Поэтому надо работать побыстрее. Вот так вот роем, роем. И, наконец-то, нашли стену фундамента. Угол. И теперь начинаем углубляться в самом фундаменте. Сначала начали там шурфить. Думали, что там может прихожая. Но особо сигналов там интересных не было. А пока что углубляемся здесь. Выскочило два интересных сигнала. И выпадает такая вот кокарда офицерская царской армии образца 1881 года. Но очень жалко, что она без накладки. Не в полном сборе. Но находка очень приятная. И выпадает два фенинга. Германия. 1873 или 1875 год, ребята. Надо мыть, чистить. Сильно не видно. Но монета очень интересная. Особенно для наших мест. Находка не частая. Попробуем помыть дома. Посмотреть. Ну, так приятная находочка. Поэтому есть смысл копать глубже. Еще, друзья, находочка. Выскакивает 15 копеек 1925 года. Посмотрите, какая она черная вся. В ржавчине. Лежала среди гвоздей. И, похоже, горелая. Вторая 15 копеек в таком сохране. Ну, серебро, билончик, приятно. И выскочил вот такой вот бутылек. Скорее всего, от духов. Тут фундамент закончили обрабатывать. Перешли на новый. Начали копать. Копаем примерно полчаса. Углубились. И пошли монетки. Выпала одна копейка Александра. 1869 года ЕМ. И выпал щитовичок. Ну, такой весь, как бы, заросший или горелый. Три копейки тоже ранние советики. Но тут ничего не видно. Тоже вся такая, как видите, никакая. Надо отмачивать дома и смотреть. И картеченка. Какая красивая дубовая роща. Молодые дубы. И, наверное, когда они вырастут, станут здоровые. Здесь будет очень красиво. А на этом, друзья, видео заканчиваем. Находки вы все видели. Что мы нашли, вы все видели. Конечно, шурф это дело довольно тяжелое. Сил уже нету. Но главное, что мы с находками. На этом видео заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!